Сколько я просидел? Получается, под 4 часа. Видно, было 3-4 человека всего. Это нереально, реально делают. Чтобы эти субсидии просто было максимально нельзя получить на ребёнка. Итак, я только что приехал. Маршала Говорова, 7. Департамент прайс и социальной политики Приморского района. Вроде мне сюда. В общем, сейчас я пойду. У меня есть какие-то документы с собой. Я, к сожалению, самого главного не взял с собой. Свидетельство рождения. Чё-то я забыл. Мы в прошлый раз снимали с ним видео. Я где-то и оставил. Думал, что я взял со всем пакетом документов. Но, скорее всего, в первый день они не дадут. Думаю, нам всё, что нужно. Поэтому я хотя бы пойду и спрошу. Тем более, если что, я могу туда-сюда быстро съездить на велосипеде. Я вот его припроковал. Пойдём узнавать, что там. В общем, нужно, чтобы зарегистрировать ребёнка. Вернее, чтобы получить на него денег. Не забывайте, что конец рабочих рублей. Думаю, я спрашивала, но я, наверное, не могу. Давайте я займу. Покажите. Покажите. Спасибо. Продолжение следует... 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 Потому что я был в пятницу там у них Посидел там часа полтора И оказалось, что я где-то третью очереди просидел Чтобы не сидеть там реально 4 часа днем Или вечером Тем более вечером, как вы понимаете, может закончиться Я так и досидел в прошлый раз Все закончилось и я, собственно, уехал домой Поэтому поеду, но в 9 открывается Вот такие вот у нас экстремальные государственные власти Попробуем что-нибудь интересного от них добиться Так, все, заходим Уже есть 9 часов утра Я чуть-чуть не успел, конечно, но нормально За первый стол А много на людей? Ничего, не хочу, не скажите, что я была Вы не поверите, но я просидел в очереди Где-то вот с начала 10-го В 10-15 минут 10-го я приехал Ну, может, 20 И я просидел, наверное, ну вот сейчас Где-то без 10-7 минут Час дня, а не с часа до двух перерыв Я уже практически последний был Только там еще одна женщина пришла Сказала, а у меня запись Я еще месяц назад записывалась на 12-20 Я на кара с вот зашла И все, я уже подошел, говорю Сейчас обед Да-да, говорит, через час Вот обед закончится И будем принимать дальше Сколько я просидел? Получается, под 4 часа Вообще, передано было 3-4 человека всего Просто вообще нереально Реально делать Чтобы эти субсидии просто было максимально Нельзя получить на ребенка В общем, ну, что делать? Я на велосипеде, как видите Поэтому я минут за 15 дамчу домой И у меня будет минут 40 Перекусить чего-то И поедем дальше, соответственно Тут стоять Ну, уже думаю, будет быстро Потому что буквально там Один человек передо мной Или я даже буду следующий посмотреть Проживание за адресу Мне адресу писать В которой я проживаю Или в которой я зарегистрирован Я, наверное, не факт, чтобы все запомнил Чем я был, не ленится всем Вы знаете, в копии отпишите В копии, наверное, в копии А вот здесь, смотрите, пишите Фамилия, имя Василия, в своем Контактный телефон Стоять или дочь, почетку Фамилия, имя Василия, в родственнице Дата, в копии И все аналогичное сюда Черная Черная папка большая Как мастер в восемьдесят Да зачем ты скажешь шевать? Надо проникнуть, куда вы, ваше шевать Спрашивать, куда вы Можно на русском Хочешь? Хочешь? Хочешь Хочешь Ох, а потом мне скажут Да, 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 я знаю Могут человеку не запомнился Что это за обстоятельства, которые могут в течение года? Дали ожидания, пожалуйста Где его прописывают? Дальше Дальше А в чьи не какого срока или пока там Получается все пособия, которые должны были, которые могли получить? Мы должны сейчас получать, вы сейчас уже оформляете Ну это все, что могли, да? Да Или я пропустил все Получается, что нет Угу У меня хоть это Чиста была совесть То есть пока прописку не поменяют, вам не нужно обращаться Нет А я написал Ознакомилась с тем, что ей не пойдет в стаж 3 года Папку с крошевателем я там наверное знаю, да? Короче, целая история Сказали, вроде все получилось Только сказали к папочку с крошевателем принести И тут есть таврия, я забегу У меня что-то с собой денег Я не взял, я как раз пообедал И быстро сюда вернулся Я сейчас возьму Либо куплю там, если она есть, то большая таврия относительная А если нет, то сниму в банкомате 100 рублей и куплю папочку У меня уже какая-то папочка с крошевать вот там напротив Мне просили, ну а вот обычно Да, да Такая-то самая просто Угу, да вот Угу, это время Ну вот собственно и все на этом Как вы видели, мне все-таки удалось сдать документы на Раду Можно сказать даже получить помощь от государства на ребенка Сказали, что месяца через 2-3 Первые платежи начнут поступать на карточку Один основной платеж 1010-12 наверное И потом гривен по 600-800 Каждый месяц аж до 3-х лет Ну а как это будет в реальности Будут ли эти суммы поступать Мы скоро узнаем Вы также скоро узнаете Если будете смотреть дальше наши блоги И следить за нашей жизнью, за жизнью Рады Как мы ее будем воспитывать, как она будет расти Также буквально через пару дней Нужно начинать получать документы на Габриэль Так как у нее меньше, чем через месяц заканчивается Временный вид на жительство Ее могут даже депортировать с Украины Но у нас еще целый месяц в запасе Я надеюсь все будет хорошо Так что смотрите наши блоги Переживайте за нас Пишите комментарии Также в следующей серии Хочу вас заинтриговать Будет очень интересное видео Мы начнем новую рубрику на нашем канале Надеюсь вам понравится Пишите уже сейчас догадки Но обещаю будет интересно Так что подписывайтесь на наш канал Чтобы не пропускать следующие видео Не забывайте ставить лайк под этим видео Если оно понравилось и было полезным И пока-пока Увидимся с вами в следующей серии